Круглый стол о мирном разрешении конфликта в Донецке инициировали сами горожане. Принять участие в нем пригласили руководство Горсовета, активистов самопровозглашенной ДНР и представителей ООН. Всего в зале собралось около полусотни человек. Дончане не скрывали, устали от взрывов и выстрелов. Люди боятся ходить под дулами автоматов. На встрече высказывали свое мнение и задавали вопросы, также опасаясь за свою жизнь. Однако молчать у дончан уже нет сил. После этого вопроса, не знаю, может у меня и в жидок не будет. Переборов страх, коренная дончанка, которая 60 лет живет в Донецке, все же поинтересовалась у самопровозглашенного губернатора Губарева, от кого ДНРовцы защищают горожан. Никто нас не обижал. Я говорю всю жизнь здесь на русском языке. Меня никто не преслепил. Я работала. Я не вижу этих фашистов, бандеровцев, националистов. Где они есть? Павел Губарев со своей стороны посоветовал дончанам последовать примеру его семьи и бежать из города. Но люди заявили, что не хотят покидать свои дома, а хотят мира. Я считаю, что вы сейчас взяли инициативу, а не говорили, что вы не будете договариваться. Это нас вместе с вами у вас. И мне кажется, сейчас на аварии, когда люди убавили нас здесь. И вы, когда будете не обладать, если кого-то здесь учу. Жители Петровского и Кировского районов Донецка возмущены тем, что улицы города наводнили вооруженные люди. Уверяют, на крышах жилых многоэтажек даже видели, как ополченцы устанавливают зенитки. На что самопровозглашенный губернатор сказал, что такой информацией не владеет. Я не могу вам прокомментировать, я знаю, что наблюдательные посты на вызовных зданиях есть. Оборонительных точек я не владею такой информацией. В итоге круглый стол за единство согласия и развития ДНРовцы признали незаконным. После мероприятия ополченцы похитили первого заместителя мэра и пресс-секретаря горсовета. Константина Савинова и Максима Ровенского боевики заставили положить руки на капот, после чего посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. В плену они пробыли около пяти часов. Руководителей мэрии удалось освободить в результате переговоров.